можно даже еще ближе вот все вот так сейчас проверим да ну это он работает как холодильник я не знаю дорого это дешево решать вам прадик молодец всем привет сегодня с вами стек и сегодня у нас будет обзор на один из самых популярных в россии автомобилей это toyota land cruiser prada популярный он как праворуки из японии так и леворуки в россии их просто тьмать мучая иногда приезжаешь в владивосток и думаешь что ну просто они все по моему уже там потому что в японии встретить эту машину на дорогах но это скажем так большая редкость вот а с учетом того что в последнее время когда обвалилась иена по отношению к рублю по крайней мере просто ажиотажный спрос на дорогие автомобили и как раз на прадик потому что он и под санкции еще пролазит он продается до 6 миллионов около там 5 миллионов у него скажем так средняя цена йен 5 миллионов йен да вот и значит эта машина и эти машины просто все поехали поехали такое ощущение вот что следующий раз владивосток приеду и там просто одни прадики будут ездить вот и сегодня у нас значит на обзоре на toyota land cruiser prada 2018 года это уже значит рестайлинг это новая морда вот такая вот красивая брутальная классно смотрится 2 и 8 дизель ну естественно автомат так машина пробег у него всего лишь чуть меньше 42 тысяч километров черный цвет обвес трд ну вот мы видим здесь губу да с надписью трд рейсинг девелопен что еще есть 19 колеса оригинальные тойотовские видимо да все верно 19 колесам и в салон хозяин еще положил классные диски из зимней резины зимняя резина практически новая диски не оригинальные но под тоже черного цвета такие мы их выложили короче чтобы они нам в обзоре не мешали вот в машине не курили пишет хозяин еще есть какая-то не родная решетка радиатора он ее положил в коробку и положил в багажник какой щедрый хозяин покупателю повезло так ну из замечаний здесь ну тут стандартные царапины есть салоне есть потертости на сиденьях есть ржавчина по низу и царапины на дисках ну вот из всего этого меня интересует только ржавчина по низу поэтому залезем сейчас глянем ну да вот видно на заднем мосту немножко есть местами ржавчинка на задних ступицах вижу ржавчину машина кстати из откуда она у нас номера она еще шокеном с техосмотром с японским она изомии в принципе это не сильно не сильно то или вообще не снежный регион в общем так всяк по мелочи ржавчина имеется но ничего серьезного нет там такого что там где-то прям на лед сплошной ржавчины и уж тем более никакой коррозии вот прадик с оценкой четверка салон b ну собственно все действительно так и есть очень хорошее состояние автомобиля заглянем под капот здесь у нас значит как я уже сказал дизель 2 и 8 177 лошадей автомат шестиступенчатый ну принципе d4 дизель мощности ну скажем так достаточно в общем то для такого адекватного перемещения в городе не знаю как на загородной трассе с обгонами дела будут ну думаю что не очень хорошо конечно вот а здесь даже по-русски написано ну потому что модель глобальная тойотовская как заменять охлаждающую жидкость написано вот пожалуйста здесь предполагается место для второго аккумулятора это для версии для холодного климата которые да такие иногда тоже на аукционах встречаются в этом основном саппора где-нибудь там на северах вот здесь видно насколько машина просто визуально увеличена потому что в общем то двигатель и все его потроха заканчивается где-то вот здесь а вот это вот по большому счету это просто все вот пустое пространство как минимум вот столько вот машина могла бы быть меньше но вот она увеличена чтобы визуально быть очень большой она реально очень большая визуально даже когда сидишь за рулем то есть смотря вперед кажется ну что ты едешь просто на какой-то здоровый очень серьезной тачки принципе что так и есть наверное но все вот эти вот достаточно угловатой габариты линии они позволяют легко ориентироваться быстро привыкнуть габаритам вот это зеркало классно помогает все говорят камеры камеры я не знаю зеркало мне кажется сейчас супер сразу видно как ты идешь особенно на узких дорогах что актуально да вот я чуть не забыл сказать сколько эта машина собственно будет стоить во владивостоке да с учетом того что сегодня до курс у нас 53 к статус подскочил за предыдущую за эту неделю он подскочил значительно вырос практически на 25 процентов до опять рубль подешевел все равно эта машина обойдется в 3 и 6 чуть меньше миллиона рублей во владивостоке я не знаю дорого это дешево решать вам вот куплена она на аукционе за 5 миллионов 250 тысяч иен то есть это вот вот самый самый предел чтобы не попасть под санкции как вот вы почему нет праздников и почему их реально мало не знаю на дорогах не попадается но по крайней мере мы здесь живем у нас такая серьезная застройка городская и вообще в чибе испокон веков дороги узкие были на такой машине двигаться по таким дорогам достаточно сложно по крайней мере ощущаешь как-то себя очень странно неорганично как-то то есть и такой огромный как слон в посудной лавке да в общем то так и есть собственно поэтому наверное их и немного таких машин может быть где-то там где простор где-то по севернее у нас там где фукусима какая-нибудь сэндай и тем более у шоккайдо там где много земли широкие дороги там наверно попроще на такой машине двигаться но здесь она как-то очень странно вообще зачем она нужна то есть так в остальном в целом вообще мне машина понравилась если на не прокатился она хорошо ведется на дороге на отлично тормозит в принципе она адекватно разгоняется ну уж тем более сравнивая с современными автомобилями современными ему автомобилями которые в общем-то все задушены экологией и особо никуда уже давным давно не едут и не разгоняются вот здесь в общем-то все в порядке все адекватно рулится она тоже достаточно приятно вот ну и и огромный плюс конечно можно поехать куда-то выехать на природу да но где найти в японии такую природу куда надо выезжать на джипе здесь асфальт и на везде то есть до кемпинга до любого он будет асфальт это вообще непонятно вот в россии там конечно с нашими просторами да с нашими дорогами эта машина просто бриллиант бриллиант и теперь давайте полезем внутрь и посмотрим чем же тойота напичкала этот прекрасный автомобиль который кстати в комплектации txl пакет ну вот мы значит внутри ну молодцы в принципе тойотовцы то есть соответствует дизайн духу автомобиля он тоже такой и внутри брутальный но при этом не дубовый ну есть как бы грани и острые и пока ты материалы в общем-то достойные сама торпеда на мягкая козырек вот здесь мягкий руль очень приятное сечение правильное все здорово вот это вот интересного такого под дерево вставка здесь же вот обыгрывается еще тут под под полированный алюминий пластик в общем то такие все с микролифтами всякие штуки ну смысле отверстия отверстия для хранения емкости сразу хочу отметить это вентилируемый не только подогреваемый но и вентилируемые сиденья в японии сейчас например под 40 жара давит и безусловно это очень актуально сиденье у нас значит обшиты кожей центральная часть перфорированная чтобы была вентиляция как раз да вот что еще у этого прадика нас есть люк сейчас заведем и все это по включаем по выключаем как он заводится вот можно послушать как заводится дизель 2 и 8 дизель как дизель все нормально вот значит приборы спидометр спидометр тахометр стрелки аналоговые то же самое с указателем уровня топлива и температуры стрелки аналоговые чем пока музыку ну легко считываются единственно мне не нравится эти вот цифры какие-то развернутые по шкале ну да ладно мелочи центре как у всех дает последнего поколения дисплей небольшой на котором меняются всевозможные режимы расход можно посмотреть сразу говорю вот расход здесь порядка 9 литров на 100 километров что конечно для такой тяжелой машины это очень хорошо вот ну в общем тут всевозможные штуки есть вот надо добавлять отблук мочевину каждые 3000 километров кажется вот так что тут еще по оснащению ну собственно рычаг переключения автомата вот здесь и здесь же находится крутилка которая просто включает понижайку и можно рядом кнопкой заблокировать дифференциал центральный и кнопка помощи при спуске с холма да здесь кстати обито как будто бы кожи тоже такие приятные штуки ну на руле управлением магнитолы управление hands-free телефоном здесь стандартный дает опять же этих лет пакет безопасности система предотвращения столкновения система предотвращения выезда из полосы и парковочный сонар круиз-контроль дистанции радарный тоже присутствует в общем то что ну вот здесь вот есть у нас розеточки до прикуривателя и юсби и hdmi можно подключить и вот на вот этом большом больше стандартного мониторе можно смотреть все что угодно фильмы музыку люк люк как люк хочется сказать обычный люк вот так отъезжает сторону убирается вообще нормально или можно его так его можно приподнять невысоко для вентиляции может быть очечника может быть вот такое зеркало как здесь видимо у человека были дети он за ними любил приглядывать маленькие зеркало заднего вида с автоматическим затемнением тут есть естественно подсветкой зеркала ну для все это естественность это базовая для машины такого класса так несколько слов о сидении водительском в целом посадка отличная то есть эргономика на пятерку все здорово вот регулируется она прекрасно электрические регулировки кстати как на водительском так и на пассажирском ну вот я пахов покажу просто диапазон то есть можно под пододвинуться в плотную нужно даже еще ближе вот все вот так вот можно значит и вверх вверх или только край подушки до под бедра можно поднять а это было на максимум вот минимум максимум в общем короче нормальные регулировки стандартных принципе для тойотовских сидушек если блок управления то стандартное это поясничный подпор он не регулируется по высоте вверх вниз только по как бы собственно усилию вот руль у руля по крайней мере в этой комплектации у него вылет телескопическая и вверх вниз но механически регулируется только ну собственно и все что касается систем безопасности здесь нет монитора слепых зон то есть когда машина слепой зоне оказывается у него на зеркалах ничего не загорается ну видимо эта опция не была установлена вот здесь у нас что складывание зеркал можно в автоматическом режиме можно вручную управление зеркалами омыватель фар автосвет кстати за автосвет я вот не знаю hb кабинут а это авто дальний свет автоматический дальний свет вот да его можно как включить можно выключить вообще здесь естественно есть режим автоматический режим включения габаритов и света вот он на этом рычажке а также здесь есть автоматический режим дворников ну теперь полезем назад посмотрим что там вот по поводу всяких емкости еще до пару слов буквально в дверях есть целых два подстаканника под бутылки вот здесь тоже у нас есть два подстаканника ну собственно и здоровый бардачок до в центральном тоннеле в котором есть какая-то крышка внутри нашел это наверное какая-то вентиляция плечу непонятно она короче крутится сейчас проверим да ну это он работает как холодильник то есть там можно закрыть либо открыть доступ холодного воздуха ну это классно туда достаточно много можно пил засунуть маленьких японских баночках вот бардачок здоровый в нем нет каких-то секций он единого пространства но достаточно большой внутри не флокированный просто пластиком отделан вот ну собственно на переднем сиденье все полезно назад заднее сиденье вообще места для задних пассажиров ну здесь просторно единственное что как всегда в джипах высокий пол колени достаточно высоко вот но так вообще место для колен очень много видеть какой простор в общем то даже если водитель отодвинется назад прямо до конца я думаю все равно нормально будет сидеть сзади за ним сиденье задние она практически никак не отформовано она плоская да вот видно что она плоская на нем поэтому легко могут сидеть три человека даже по центру здесь в общем то ну нормально в плане пространства только вот это вот часть она достаточно жесткая вот эти вот еще более-менее мягкие вот это вот штука жесткая вот значит есть центральный подлокотник в нем есть тоже два подстаканника кстати не неплохой прикольный вот что еще есть за здесь сзади дуйка до отверстия для воздуховоды короче и розетка кармашки передних сиденьях и в дверях есть ниши под тоже под бутылку ну в общем то и все сзади есть вот тоже такие ручки чтобы держаться это когда знаешь ты там едешь по лесу где-нибудь на трех озере ну как бы по задним сиденьям все есть еще подсветка до индивидуальная для каждого пассажира ремни регулируются по высоте как сзади так и спереди можно под свой рост подрегулировать больше сказать и нечего посмотрим что в багажнике багажник дверь багажника она разделена визуально и реактиве не только визуально на две части то есть это стекло его можно открыть отдельно если кнопка вот так открыть ну и какие-то вещи соответственно достать да классно это всегда удобно не нужно эту здоровенную дверь открывать вот а теперь попробуем закрыть и открыть дверь ручка расположена вот здесь в торце вот этой подштамповки номерной и вот так открывается вот здесь такой здоровенный газовый упор что багажнике вот вот это все это третий ряд сидений значит вот тут у нас третий ряд сидений и он раскладывается и складывается вот этой парой кнопок которые отдельно можно сложить правую часть и отдельно левую часть вот сложить разложить для того чтобы это сделать только нужно сначала сходить вперед и откинуть спинки второго ряда вот или не откинуть что просто подвинуть получается подвинуть вперед все понятно значит вот эта часть она двигается вперед для того чтобы можно было сесть на третий ряд ну и теперь попробуем поднять вот то есть надо держать и спинка третьего ряда поднимается оттуда вот надо было кстати можно зайти и оттуда снять как прикольно выезжает вот сейчас поднимем левую часть вот получилось вот такие вот такие вот сидушечки такая залезу посижу ну в принципе не все так плохо на 500 километров конечно допустим ехать не хочется и дольше но если надо проехать там часик два в общем то вполне себе я головы даже не упираюсь и есть куда руку положить и здесь тоже есть подстаканники у каждого пассажира вот а вот это можно двигать о это можно откидывать спинку оказывается вот так можно так можно так вот если максимально назад откинуться то уже можно даже как бы с комфортом практически сидеть но в общем то получается что эта машина может вести раз два три четыре пять шесть пассажиров плюс водитель семиместный автомобиль отлично ладно сейчас сложим и проверим еще что в багажнике есть типа не дает на нас этим с подголовниками потому что а так вот так вот то уголовниками не складывается начинает пищать и нужно подголовники сложить ну приличный объем багажника глубины багажника конечно съедает этот третий ряд то есть если он вам не принципиально то есть если он вам не нужен лучше конечно подыскивать автомобиль где его не будет хотел посмотреть ну насколько здесь можно организовать ровная до ровный пол ну видимо как-то так а это от этих все понятно ну все это максимально ровный пол здесь все-таки есть ступенька думаем если кинг матрас то есть можно здесь вполне спокойно спать так ну что тут значит запаска вот здесь она запаска находится то есть это полноразмерное запасное колесо это понятно этот джип ну как бы естественно что ты можешь пробить на внедорожье внедорожье бездорожье колясика здесь что-то может быть должно быть может и не должно быть может это просто для инструмента может быть треугольник которого нет а о тойота позаботилась баллонник домкрат и отвертка вот багажнике есть прикуриватель вот какая-то емкость есть такая просто домкрат окей хорошо вот собственно и все японской деревне вот здесь как раз такие узкие дороги но на самом деле не такие уж узкие как в городе японскому японскому городе в чили по крайней мере этого вообще еще хлеще будет здесь спасает то что просто машина самом деле нет практически очень мало но здесь у нас поля поля рисовые вот то есть вот такая динамика все-таки это дизель он снизу втянет хорошо и это спасает машина вообще как бы не легкая совсем но надо дать должное тойотовцам этого дизелька 28 вполне себе хватает чтобы как бы достаточно динамично двигаться в потоке но опять же повторюсь наверное на обгонах на трассе уже будет не так все хорошо не так приятно рулится ну здорово то все найдет как какой-то такой крейсер достаточно мягко плавно не жестко вообще но и не валко надо сказать то есть у него конечно есть крены все понятно но это все в пределах разумного рулевое отлично для джипа вообще точно и никакого дискомфорта там от того что это большой автомобиль на больших толстых колесах нет иногда ну и легковушку сядешь и там все гораздо хуже здесь все хорошо ну блин молодцы ну то есть однозначно тойота видимо выбирает какие-то модели на которые она тратит гораздо больше времени на проектировку разработку и доведения до ума ну вот прадик это одна из таких моделей как раз история модели обязывает говорится правда производится тойота и уже очень-очень давно купил бы я из такую машину ну в японии однозначно нет вообще не понимаю для чего здесь владеть такой машиной она совершенно не реализует свой потенциал можно купить с таким же успехом седан хороший и получить все то же самое что здесь но в россии ну если бы я жил но однозначно наверно да потому что в целом во всем мне эта машина понравилась вот и плюс немалый это экономичность вот этого дизеля конкретно а в японии но в россии то дизель дороже чем бензин к сожалению стоит но японии дизель дешевле он дешевле даже самого дешевого бензина это конечно здорово учетом то что средний расход что порядка девяти литров для такой здоровой тачки это конечно классно а у нас здесь кстати совершенно случайно он 95 фрадик стоит я вчера на нем ехал ну ну если в двух словах то в общем то завод прошло 20 лет вот реально он 98 года этот 2018 20 лет прошло ну в плане вот поведение и как бы глобального какого-то отношения ощущения от автомобиля ничего не поменялось можно так сказать это это хорошо и смысле я имею до что это классно вот так что прадик молодец за 7 все если вам понравился наш обзор ставьте лайки подписывайтесь потому что у нас еще впереди много обзоров ждем вас на нашем канале и обращайтесь если вам нужны машинки потому что это как раз наша самая главная работа мы покупаем отправляем машину в россию чтобы не служили вам всем привет жены повезло кому смотреть написано спасибо за просмотр! и привет! и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok